Добрый вечер в эфире телеканала ЖТСУ. Время новостей. С вами Азад Жумаханов и сурдоперевод обеспечивает Марат Жумабеков. Смотрите сегодня. Следить за сроками и качеством. Комиссия по общественному контролю, созданная Акимом области, инспектирует объекты по дорожной карте занятости. Когда мы едины, мы непобедимы. Надежду на светлое будущее получил еще один ребенок Талдыкургана. Безопасность превыше всего. Акиматы районов и городов Алматинской области готовятся к проведению единого тестирования. Место встречи – интернет. Социально-экономическая стабильность в период пандемии стала главной темой обсуждения на республиканской онлайн-сессии Маслихата. Ответственные секретари со всех регионов отчитались о проделанной работе перед заместителем председателя Сената парламента страны Оскаром Шакировым. Как всем известно, из-за COVID-19 мировая экономика сильно пошатнулась. Казахстан не стал исключением. Сейчас страна переживает не лучшие времена. Чтобы минимизировать потери, необходимо следовать плану, озвученному главой государства, считают участники видеоконференции. В связи с этим особое внимание должно уделяться вопросу работы депутатского корпуса в регионах и повышению их профессиональной квалификации. Каждый депутат должен уметь разъяснять своим избирателям принятые законы и суть программных документов. В целом, заместитель председателя Сената Оскар Шакиров отметил, что в регионах проводится хорошая и плодотворная работа по поддержке населения. Под пристальным вниманием в Искельдинском районе двое подрядчиков, ведущие ремонт социальных объектов в рамках программы «Дорожная карта занятости» не справляются с договорными обязательствами. Недочеты в работе компании выявила региональная комиссия по общественному контролю, созданная Акимом Алматинской области Аманды Гамбаталовым. Какие меры примут в отношении неисполнительных подрядчиков, узнавала наша съемочная группа. Эта школа в селе Каратальск была построена в 60-х годах прошлого века. С этого момента в ней ни разу не проводился капитальный ремонт. И вот, благодаря программе «Дорожная карта занятости» учебное заведение пройдет полномасштабную реконструкцию. Однако, будут ли работы произведены в срок – большой вопрос. На объекте недостаточно рабочих. На сегодня здесь трудится более 50 человек, хотя должно быть больше, говорит первый заместитель председателя областного филиала партии «Нуротан». Замечания он высказал и касательно других моментов. На сегодняшний день нет графика производства работы, графика движения рабочей силы. Если бы по графику требуется на сегодняшний день здесь, чтобы этот объект закончить срок, указанный срок, учебные корпуса сдать к началу учебного процесса, для этого сегодня здесь должно было бы работать минимум 70-80 человек. Подрядчикам было сделано замечание, чтобы устранили в ближайшие дни эти замечания, чтобы именно с заказчиками, с авторским надзором, с техническим надзором утвердили график производства работ до пятницы, договорились, чтобы они эти замечания устранят. Аналогичные недочёты выявлены и в ходе проведения капитального ремонта Дома культуры в селе Бахтыбай. По словам проверяющих, по темпу работ подрядчики отстают на две недели. Членов комиссии возмутило, что до сих пор не завершён демонтаж здания. Отсутствие достаточного количества рабочих рушит все намеченные планы. Сети внутренние, полностью электрика, сантехника, отопление, полностью стены. До сих пор что внутри, что снаружи не очищены. Неисполнительным подрядчикам проверяющие сделали строгое предупреждение. Провести повторное инспектирование объектов они намерены через неделю. В случае, если недочёты не исправят, члены комиссии планируют поднять вопрос о расторжении контракта и лишении лицензии компаний. Всего в рамках дорожной карты занятости в Яскильдинском районе намечена реализация 59 проектов. Большой акцент сделан на улучшении инженерных сетей и благоустройства. Подключение тепловых сетей предусмотрено 2 километра сетей. По арычным сетям у нас ведётся ремонт 3 километров восстановления. Это устройство лотков. В селе Кораблак сейчас у нас обустойство детских двух дворовых площадок. В Алдебергенске сельский округ предусмотрено 3 спортивных площадки. В Жалгозахарске сельский округ у нас ведутся работы по обустойству спортивной площадки. Также имеется освещение 2 километра электрического освещения в селе Кораблак. Всего предусмотрено 16 проектов. В целях своевременного и качественного исполнения программы дорожная карта занятости региональная комиссия по общественному контролю объедет все города и районы ЖТСУ. Всего в рамках ДКЗ в Алматинской области будет реализовано 977 проектов. На эти нужды выделено свыше 109 миллиардов тенге. 1 миллиард 780 миллионов тенге выделено на реализацию 18 проектов по дорожной карте занятости в городе Капшигай. В результате планируется трудоустроить 288 человек. Львиная доля из них – местные жители. С ходом работ на участках ознакомился недавно назначенный аким города Нурлан Куматаев. Он проверил, какие работы уже начаты, а какие находятся в стадии запуска. И внес коррективы в некоторые проекты подрядчиков, указав на ошибки. Их ответственные компании пообещали исправить уже к следующему визиту городоначальника. Отметим в числе реализуемых проектов по ДКЗ-2020 в городе Капшигай, реконструкция школ, ремонт дорог и благоустройство дворов. Во всех проектах дорожной карты заняты, сейчас ведутся работы. Это три объекта образования. Это капитальный ремонт школы на 214 миллионов тенге. Также благоустройство школы третьей школы на 83 миллиона тенге. Также благоустройство на 23 миллиона тенге. Это средней школы номер 2 Чахана-Валиканова. В принципе, также у нас и другие объекты есть. Это по дороге. Это текущий ремонт. Это в двух сельских округах. Это Чингильдинский и Заречный. Также средний ремонт с заменой тротуары. Это у нас идет привезие по Кунаево и по Алматинской. Ну, в принципе, у нас в срок укладываются все объекты. Я думаю, и рабочие места тоже у нас создаются через центр занятости. Проблемы в этом по программе дорожной карты занятости у нас, я думаю, не будет. Возгорание мусора уже не раз становилось причиной больших пожаров. Вот и на этот раз в близ город Алматы на мусорной свалке произошел пожар. Это такое, что его дымом затянуло всю округу. А несколько километров трассы Алматы-Капшигай полицейские вынуждены были закрыть для движения. Рассказывает Антон Хатиновский. Небольшой дым вдоль трассы Алматы-Капшигай в жаркое время года появляется периодически. Всему виной возгорание мусора на свалках. Вот и на этот раз маленький дым вырос в большой пожар. Дымовая завеса в течение нескольких минут поглотила оживленный участок автотрассы, что привело к массовому ДТП. 10 июня текущего года в 6 часов вечера по автодороге Алматы-Капшигай на 34-м километре произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 8 автомашин. В результате столкновения водитель автомашины «Опель Вектора» гражданин М 1989 года рождения получил различные травмы и был госпитализирован в больницу. Остальные участники ДТП после оказания империи медицинской помощи были отпущены. С целью обеспечения безопасности дорожного движения и отвода транспорта на данном участке работали наряды ДТП, с помощью которых своевременно были устранены последствия дорожно-транспортного происшествия. Полигон твердобытовых отходов горит не впервые. Оперативно прибыв на место, пожарные установили масштабы. Поначалу думали, что справятся быстро. Однако сотни тонн различного мусора продолжали разгораться под порывами ветра. На территории Ильинского района, на трассе Алмата-Копчагай, произошло горение мусорного полигона ТО-Аддека-Таза-Алем. Площадь возгорания составляет 3 гектара. Угрозы распространения за территорию полигона на данный момент не имеются. Работает служба пожаротушения, аварийно-спасательных работ ДЧС Алматинской области. Местный исполнительный орган в количестве 10 человек. Создан штаб. Прибыло два водовоза с местного исполнительного органа. Дополнительно направлены с местного исполнительного органа 4 КАМАЗа и один экскаватор. Уже ночью оценив масштабы пожара с воздуха, стало ясно, что для борьбы со стихией придется применить тяжелую артиллерию – пожарные вертолеты. Ми-8 сегодня с раннего утра проводят прицельный сброс воды. На возгорание уже сброшено порядка 100 тонн жидкости. Антон Хатиновский при содействии пресс-службы ДЧС Алматинской области. С начала года уровень преступности в Казахстане снизился почти на 40%. Основная причина, конечно же, режим карантина и самоизоляция. Однако на плечи полицейских страны легла двойная нагрузка. Наряду с выполнением своих прямых обязанностей им дополнительно пришлось вести круглосуточное дежурство и на блокпостах. В одном ряду с медработниками они ежедневно подвергали себя опасности заражения COVID-19. Об этом сообщил министр внутренних дел страны Ерлан Тургумбаев на брифинге с журналистами, подводя итоги деятельности полицейских с начала года. Пандемия коронавируса еще раз проверила на прочность казахстанские силовые структуры. На всех блок и санитарных постах более двух месяцев полицейские несли круглосуточную вахту. И хотя мерам безопасности сотрудников уделялось большое внимание, избежать заражения инфекцией не удалось. Около 600 полицейских оказались инфицированными. Количество выздоровевших в свыше 70%. На лечение остаются 170 человек. К счастью, летальных случаев от вируса нет. Однако дежурство на блокпосту все же стало трагичным для двоих сотрудников. 25 мая пьяный водитель БМВ совершил наезд на полицейскую машину на контрольно-пропускном пункте. В ней находились три сотрудника, дежуривших в это время на посту. В результате ДТП двое погибли, один получил серьезные травмы. В настоящее время было проведено судебное расследование. В средствах массовой информации мы уже сообщили, что моим приказом 9 руководителей были наказаны. Трое из них освобождены от занимаемых должностей. За провал кадровой работы. Но в то же время в ходе проверки были выявлены факты. И у нас есть приказ начальника департамента полиции города Алматы, что Азаматов был уволен 21 числа. То есть за 4 дня до второго транспортного происшествия. Бытовое и сексуальное насилие, интернет-мошенничество, жестокое обращение с животными и подростковый суицид требуют пристального внимания не только со стороны полиции, но и общества. По мнению Ерлана Тургумбаева, нужно укреплять семейный институт в стране и повышать гражданскую ответственность населения. В целом министр внутренних дел заявил об улучшении общей криминогенной ситуации в Казахстане. На это в большей степени повлияло временное приостановление деятельности многих учреждений, самоизоляция и режим карантина. Так, количество преступлений с начала года сократилось на 38%. Снизилось число причинений тяжкого вреда здоровью, разбоев, грабежей, краж и хулиганств. Меньше совершено правонарушений несовершеннолетними, ранее судимыми, состояния опьянения, а также на улицах и в общественных местах. Улучшились показатели раскрываемости большинства видов преступлений. Вместе с тем у нас имеется ряд направлений, где нам еще предстоит выправить ситуацию. С нынешнего года казахстанская полиция стала доступнее для граждан страны. Теперь обратиться со своими вопросами и предложениями можно благодаря онлайн-приемной, открытой во всех популярных соцсетях. Кульмира Тимиргалиева, Азиза Газисказа, Ринат Утеев. Казахстанская синхронистка Айгерем Исаева показала свой талант диджея, передает закон КИЗ. Ролик спортсменки-диджея можно увидеть на странице официального канала Олимпийских игр в Инстаграм. Каждый вечер девушка устраивает дискотеку для семьи, играет диджейские сеты. По словам Айгерем, любовь к музыке привела ее к синхронному плаванию. К слову, инициатива под девизом «Скрытые таланты» запущена официальным каналом Олимпийских игр. В ней спортсмены со всего мира делятся с болельщиками своими хобби и тем, как они проводят досуг в ожидании старта соревнований. 10 казахстанских университетов попали в рейтинг лучших вузов мира. По результатам исследования международных экспертов, алматинский казну имени Аль-Фараби признан лучшим в Казахстане, передает закон КИЗ. В списке ведущих также Евразийский национальный университет Нур-Султани, Южно-Казахстанский государственный университет и другие. Вместе с тем, рейтинг лучших вузов мира возглавляют учебные заведения США. Так, на первом месте Массачусетский технологический институт, Стэнфордский университет на втором и Гарвардский на третьем. А тем временем хиты казахстанцев взорвали топы Billboard и Apple Music. Треки наших соотечественников теперь можно найти в числе лучших песен чарта зарубежных стран. Неожиданную популярность среди зарубежных слушателей обрели песни алматинского исполнителя Лимба, Павлодарца Имамбек и дуэта Райми Артур. В настоящее время композиция певца Лимба занимает вторую строчку в данном чарте. Долгое время хит исполнителя удерживал первое место. И в российском списке топ-10 от Apple Music. С 20 июня по 5 июля по всей стране пройдет ежегодное единое тестирование. В нем примут участие более 11 тысяч выпускников Алматинской области. Около тысячи из них школьники Жамбулского района. Как известно, родители выпускников должны оставаться дома. Для них организуют онлайн-трансляцию из аудитории. А расстояние между столами в аудиториях должно быть не менее двух метров. Участникам экзамена надо быть в масках. А при входе в пункты проведения ЕНТ всех потенциальных абитуриентов проверят тепловизорами. Для минимизации рисков коронавируса будут предприняты пять мер дезинфекции. Специальный тоннель, обработка рук и обуви, измерение температуры и наличие медицинской маски. Еще одно новшество. Если раньше 11-классникам давали 3 часа 50 минут, то теперь на тесты они могут потратить ровно 4 часа. Повышен проходной балл ЕНТ на педагогические специальности до 70 баллов. А также, как было сказано ранее, увеличено время сдачи тестов и разрешено пользоваться калькуляторами. Все должно проходить в спокойной обстановке, чтобы выпускники были сосредоточены только на самом тестировании. В одном помещении будет находиться лишь 14 выпускников. Ранее разрешалось до 40 человек. В Жамбылском районе к проведению ЕНТ полностью готовы. Все должно пройти без эксцессов. Мы полностью придерживаемся всем санитарным нормам и во главу угла ставим прежде всего здоровье наших детей. Дети должны быть здоровыми и счастливыми. Такого принципа придерживаются члены волонтерского движения «Лидер КИЗ». Уже несколько лет они помогают нуждающимся семьям в лечении и протезировании. Буквально на днях надежду на светлое будущее получил еще один ребенок Талдыкургана. Малышка Вероника с удовольствием разглядывает гостей. Энергично машет ручками и тяжело передвигает загипсованные ножки. Ее старшая трехлетняя сестра Настя играет в доктора и показывает, как лечили сестренку. Диагноз «Искривление обеих ног» в тяжелой степени Веронике поставили с рождения. На лечение у семьи просто не было средств. Бесплатную операцию нужно было бы ждать еще полтора года. Но с каждым месяцем шансы на успешное восстановление уменьшались. Я сильно переживала, что не смогу, что она не сможет ходить. Плакала, думала, как дальше будет. Муж не сильно деньги такие зарабатывает, чтобы ездить. Каждый раз была в Алма-Ата. Говорили только, что в больнице два года, что ей операцию сделают, потом будет только находить. А потом вот моя сестра говорит, давайте в Инстаграм, люди помогут. И вот потом Ира приехала сюда, и они помогли. Волонтеры кинули клич по всему Казахстану. И буквально за 10 часов средства, необходимые на первое гипсование, были собраны. А в конце мая Веронике сделали долгожданную операцию. И таких счастливых историй немало. К примеру, волонтеры Талды Кургана помогли с медикаментами девочки с лейкемией. Сейчас у Камилы ремиссия. Одним из масштабных является проект «Добрые руки», в рамках которого волонтеры по всему Казахстану помогают семьям с приобретением протезов для малышей, родившихся в бесконечности. Мы нашли в Москве клинику, называется она «Моторика», которая сами изготавливает эти протезы. И получается, вот сейчас мы собрали одной девочки, она уже получила свой протез, она уже учится с ним жить. И сейчас мы собираем второй девочки. Когда мы закончим сбор по нашей девочке Шимкента, я хочу найти ребенка именно в Талды Кургане, либо по нашей области, именно ребеночка, у которой с такой же проблемой. Можно обратиться к нам. Если есть вообще проблемы со здоровьем у ребенка, мы всегда откликнемся, мы всегда поможем. То есть мы сделаем все, что в наших силах. Маленькой Веронике предстоит еще долгий процесс восстановления. Полгода девочке 23 часа в сутки придется носить специальную обувь, брейсы. Но уже к году или полутора годам Вероника должна начать ходить. И это самое главное, о чем сегодня мечтает ее любящая мама. Надежда Белова, Мадиб Айбасынов, телеканал ЖТСУ. Впервые ежегодные макжановские чтения прошли в онлайн-формате. Поэтическое состязание собрало в свои ряды более 40 любителей творчества великого писателя. В конкурсе из трех этапов участники наизусть читали стихи и поэмы автора, делились знаниями о жизни и творчестве Макжана Жумабаева. Изюминкой онлайн-вечера стали авторские произведения в честь великого поэта от участников конкурса. Победитель и призеры награждены ценными призами Управления образования Алматинской области. Лучший из участников представит регион на республиканском уровне, который пройдет нынешним летом в Североказахстанской области. При проведении мероприятия в онлайн-формате участники немного ограничены. Но в целом смогли охватить весь перечень требуемых стандартов конкурса. Ежегодно участники показывают хорошие знания. Особенно можно выделить учеников Аксусского и Жамбылского районов. Цель конкурса – агитация творчества Макжана Жумабаева и развитие потенциала молодых любителей литературы. Думаю, сейчас растет перспективное поколение, которое покажет наше государство с наилучшей стороны. В дагестанском селе Куллар продолжается пятый день подряд голодовка граждан Азербайджана. В акции под лозунгом «Хотим домой» принимают участие около 60 человек. И за решением Баку закрыть национальные границы в Дербентском районе остается свыше 870 жителей соседней страны. Большую часть из них разместили в паладочном городке и местных гостиницах. Еще более сотни застрявших в России разбили несанкционированный лагерь непосредственно у границы. По словам граждан Азербайджана, в Дагестане они находятся уже больше двух месяцев. Люди страдают от жары и антисанитарии. За последние три месяца Азербайджан всего три раза принимал своих граждан, в первую очередь женщин и детей. Вена. Европейская столица классической музыки и оперы открывает концертные залы и театры. Решение властей заставило зрителей поторопиться. Места раскупают очень быстро. Тем более, что по новым правилам зал, рассчитанный на 1700 мест, может принять только 100. Во время пандемии коронавируса музыка в Вене тоже сидела таковы на карантине. Были отменены сотни концертов. Сейчас для австрийской столицы живое исполнение – символ возвращения к жизни. Насладиться классической музыкой смогут и жители Швейцарии. Там тоже распахнули двери, концертные залы и театры. Передвижные ярмарки – типичное летнее развлечение в Испании. В этом году из-за пандемии коронавируса аттракционы останутся закрытыми. В этом секторе в стране работают до 200 тысяч человек. Для многих семей ярмарочный бизнес – единственный источник дохода. Одна из столичных юридических фирм надеется найти решение и привлечь к проблеме ярмарочного сектора внимание правительства. Ее цель – добиться выделения субсидий, доступных кредитов, снижения налогов. Если правительство не выполнит требования ассоциации, работники ярмарок планируют провести общенациональную демонстрацию в Мадриде. Уже в следующем месяце Талдыкурган примет чемпионат Казахстана по регби. Профессиональный клуб «Олимп» уже приступил к тренировкам на открытом воздухе после двухмесячного перерыва. Действующие чемпионы страны намерены в этом году добиться самого высокого результата и отстоять титул сильнейшего. Действующий состав мужского регбийного профессионального клуба «Олимп» два месяца поддержал форму в домашних условиях. Естественно, практических занятий не хватало. Но целеустремленные спортсмены имеют достаточный опыт, чтобы блистать в своей лучшей форме за короткий промежуток времени. Немедля после разрешения уличных тренировок они ежедневно оттачивают свое мастерство. Цель и сна – пробиться в состав сборной Казахстана и побороться на чемпионате Азии осенью этого года. В прошлом году на первенстве Азии мы заняли третье место. 12 наших спортсменов выполнили норматив мастера спорта международного класса. В этом году все соревнования сдвинулись. Отборочный этап на Азию будет в июле. Планируем повторить результаты прошлого года. Не остается в стороне и женская сборная команды «Олимп». Благодаря постоянному совершенствованию технических навыков и стремлению к новым победам постоянно занимают призовые места на республиканских стартах. Есть регби 7, регби 10, 13, 15. Все они пройдут в Талдыкургане. Будут состязаться как мужские, так и женские сборные. В прошлом году наши девушки стали вторыми на Казахстане. В родных стенах попробуем показать себя с наилучшей стороны. В этом году состав сборной пополнился молодыми, подающими большие надежды спортсменами. Специалисты делают на них хорошую ставку и рассчитывают на призовые места в предстоящих крупных стартах. Елеман Раймбеков, Жаркан Шантаев, Аблата Купай, телеканал «Житсу». Это вся информация уходящего дня. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова